В этот день мы распрощались с нашей квартиркой на Крите, в которой провели полтора месяца, и отправились в центр Еруклеона, чтобы провести там полдня и поехать в аэропорт. Сегодня оказывается какой-то большой праздник у греков, либо просто на Крите, и все улицы перекрыты. В общем, таксист нас не смог довести до самих апартаментов, и мы с Сашей вон с кучей чемоданов, сейчас пытаемся найти наши апартаменты. В общем, у нас, как обычно, приключения. Саша решил ударить по местной кухне напоследок. Сейчас я вам покажу самый жир. Ой, там люди уже. А, ты взял уже? Значит, не покажу. Вот, дай Сашу нам покажу, дай покажу твою. О, ну это прям вообще... Ну там не только картошка фри, я думаю, вы поняли, там очень много всего, там мяса, датзыки. Ну, в общем, в лучших греческих традициях, что-то типа этого, гироса. Я бы вообще не стала показывать вам эти хаотичные кадры со дня до отъезда, если бы не этот прощальный закат, который подарил нам Крит. Мы встретили его в очень символичном месте, в порту Ирклеона, в котором побывали в один из первых дней, когда прилетели на остров. Было очень красиво, впрочем, вы и сами все видите. На радостях мы даже забыли о том, что срочно должны сдать рапид тест перед отлетом. И это был тот еще квест. Но вдаваться в подробности не буду, сдали и ладно. Мы приехали в аэропорт, время где-то полпятого утра. И в аэропорту такая тишина, как будто здесь вообще никого кроме нас нет. Только вон один человек с собакой сидит и все. Вот, и мы с Сашей думаем, а почему так? Почему кроме нас вообще никого нет? А, он кто-то едет, да, ладно. Возможно, все-таки рейс будет. Дорогие друзья, добро пожаловать в аэропорт города Тирана. Если вы вдруг не знаете, что это за город, то это столица Албании. Ура! Как вы видите, мы идем от самолета пешком. Давно у меня такого не было. Друзья, всем привет! Я рада вас приветствовать в столице Албании, в городе Тирана, куда мы только что прилетели. Сейчас хочу вам вкратце рассказать про наши планы. В общем, сейчас стою я с огромным количеством чемоданов и рюкзаков. А Саша пошел забирать нашу машину, которую мы уже успели арендовать. Вообще, Саша заранее забронировал через интернет в фирме Avis. Опять, это фирма. Мы недавно уже брали машину от этой фирмы. И сразу скажу про цену. Если честно, я очень расстроилась, потому что мы заплатили прям много. Год назад у нас был роа-трип по Турции. И мы брали также машину на две недели. И за офигенную новенькую белоснежную с люком BMW мы тогда заплатили 1000 долларов. А сейчас за маленькую простенькую машинку, если честно, я уже не помню марку, мы заплатили аж 1050 евро. На самом деле, такая цена сложилась, потому что, во-первых, мы собираемся делать роа-трип. И мы будем выезжать из страны и посетим, наверное, там три или четыре всего страны. Поэтому нужно было доплатить. Плюс мы хотели полную страховку, потому что на дорогах бывает всякое. И помелче-помелче набежала на такую кругленькую сумму. Я прям расстроилась. Но Саша сказал, что ничего, все нормально. Обычно, когда у нас какие-то путешествия начинаются с небольших неприятностей, то потом путешествие оказывается просто супер. Поэтому я на это очень надеюсь. Теперь. Сейчас Саша подъедет. Я вам покажу нашу машину. Мы погрузим все наши чемоданы. И поедем уже в отель. Обычно мы арендуем квартиры на Airbnb. В этот раз в Тиране. Мы не нашли ничего нормального. Взяли какой-то простенький отельчик. Сегодня мы еще один день последний перед отпуском поработаем. Завтра мы погуляем по Тиране. И послезавтра мы уже выезжаем в наш road trip, который я невероятно жду. Я уверена на 100%, что он будет очень классным. Что он понравится нам, вам. Поэтому давайте начинать. Я еще вспомнила, что я вам не сказала. Последняя новость на сегодняшний день, на этот час. Это то, что мы в аэропорту купили сим-карты. За одну сим-карту заплатили 12 либо 13 евро. Я точно не помню. Потом подпишу. У нас будет интернет. И он будет работать по всей Югославии. Как я поняла. Ну, в общем, все наши страны, которые мы посетим. Это... Нет, пока не буду говорить. Потом скажу. Пока что будет интрига. Секрет. Так что... То есть мы купили одну сим-карту. И на все страны нам ее хватит. Вот. 12 евро. В принципе, отличная цена. Не, ну машина выглядит неплохо. Это Саша? Точно Саша. Так, у нас... Это вроде Opel, да? Так. Какая-то инсигния. Ну что, а как? Дизель. Дизель? Да. Это плохо? Да, это дешевле. Дешевле? Но он такая прям большая. Выглядит неплохо. Я думала намного хуже. Ну, вот я... Какого? 21-го. Вот, 21-го года. Ну, в общем, я вам жаловалась. А вот видите, все не так уж и плохо. Машинка, ну, выглядит прям достойно. Просто мы последние разы брали маленькие машины в Греции. И они прям были такие ущербные, побитые. А это очень новое, красивое. В общем, пойдет. Не, ну смотрите, машина прям неплохая. Даже внутри. Мы с Сашей заселяемся в отель. Очень симпатичный. Единственное, у Саш сейчас в совещании. Он уже на него опоздал. Поэтому он пошел работать, а я вот нас заселяю. Отель называется Театро. Потом покажу все и расскажу, нравится или нет. Ребята, быстрый ром-тур. Вообще номерок маленький. Но, собственно, мы этого и ожидали. Вот такое вот основное помещение. Здесь, кстати, очень большая кровать. Наверное, на видео она так не смотрится. Но она действительно очень большая. Я бы сказала, да в пятером можно улечься. Есть рабочий стол, вот всякие тумбочки, даже бокалы, телевизор. Все необходимое. И что очень удобно, есть в полный рост большое классное зеркало. Так, санузел, который я почему-то проигнорировала. Ну, тоже все необходимое. Душевая. Мне больше всего нравится, что этот номер очень-очень новый. Сразу видно, нет ничего такого обшарпанного. В общем, все прям очень симпатично. Так, и тут у нас пока что темнота, потому что балкон закрыт. И вот, собственно, балкон. Вот Саша тоже курит. И мы, по сути, находимся в самом центре, как мы понимаем, города. Какая наша карма? Будильник наш. Мечеть какая-то? О, вот и мечеть у нас. С утра будем просыпаться под звуки. Вот, ну, как бы вид ничего особенного. Просто натирала. Ну, в принципе, неплохо. Как тебе номер? Я за ним смотрел. Я за другом не смотрел. Да, Саша сразу побежал прятаться. Смотрел, смотрел на картошку на картошку. Понимаешь, что мы сейчас поразанули. Видишь ее размер? Да, вот это вот, если что, наша машина на реальном. Прикинь, я, короче, снимала, пока ты ходил за машиной, видео и говорила. У нас, в общем, будет очень маленькая машинка такая. Прям вообще очень маленькая. И ты просто подъезжаешь на этом картошке. И я такая, забираю свои слова обратно. Друзья, у нас сегодня первый день. И мы, наконец-то, выбрались из дома. И вообще мы не во всеоружии. Особенно я. Но не снимать я не могу, потому что у нас сейчас будет первый поход в ресторан. Если честно, например, я вообще не сильна в балканской кухне. Но очень хочу ее попробовать. Я думаю, точнее, я не думаю. Я уверена, я знаю. Я начиталась, насмотрела, что здесь все очень вкусное. Так что мы вышли из отеля. Сейчас будем искать какое-то классное, уютное место. И немножечко я что-то буду снимать. Но вообще суперактивно для блога. А блога я буду уже завтрашнего дня. Мы решили ударить по тяжелой артиллерии. Поэтому Саша выбрал ресторан номер один на TripAdvisor. Мы, в общем, долго не парились. Но у него очень много классных отзывов. Поэтому пришли сюда. Так, я уже доедаю. Вам что-нибудь показала. У Саши вот полкило лемба, как баранина. Как это по-русски. Вот. Ну, ничего вкусненького вроде покажут. Финишка у меня у Саши и маффикс. Добро пожаловать в новый день. Но добавлю пару слов про предыдущий. В итоге антураж ресторана и обслуживание нам понравились. А еда была очень посредственной. Посоветовать, увы, не могу. Но местного вина мы отведали знатно. Так сказать, отметили приезд. Теперь давайте начинать новый день. Приглашаю вас прогуляться в центр тираны. Ребята, посмотрите на эти зеленые стулья. Ничего ли вам они не напоминают? Мне, на самом деле, Сашенька, они ничего не напоминают. Но я настолько много раз видел такие же зеленые стулья в этом. Но самый известный парк в Париже. Версаль. Подожди, Версаль или как он? Лувр. Нет, парк. Не музей. Так, ладно, ребята, мы на самом деле находимся на самой главной площади. И вот это... Парк Европы называется. Как? Парк Европы. Вот вывеск. А, вот этот парк. Парк Европы, да. Здесь вот рядом с площадью и с памятником тоже главным. Я, честно, даже не знаю кому. Вон, мы плохо подготовились к прогулке по тиране. Мы пока просто гуляем, кайфуем, но просто знаете, что это главная площадь, это исторический музей. Камятник Скандербегу. И кто он такой? Не знаю, но это площадь имени его. А, ну, в общем, такая у нас сегодня информация. Несомненный плюс тираны в том, что вокруг нее пролегают горы, и они со всех сторон очень красиво видны. У нас с отеля тоже везде вид на горы. Просто супер класс. Первое впечатление от тираны. Сачку? Очень... Нет, не хочу сачку. Ребята, первое впечатление от тираны. Этот город, ну, на мой взгляд, очень похож на Ереват. Саша сказал, похож на любые не очень богатые столицы. Вот, но здесь прям уютно, комфортно. Много людей, все улыбаются, гуляют. Ну, понятно, сегодня суббота. Вот, конечно, нет такого, что на каждом шагу какие-то красивые здания, современная архитектура, либо какой-то богатый старый город. Но, тем не менее, здесь приятно, комфортно погулять, и нам очень повезло сегодня с погодой. Пока мы ждем наши напитки, я со своим опухшим лицом хочу рассказать вам о том, что здесь, в Албании, валюта – это Леки. Я еще такими лично ни разу не пользовалась. Саша, ты тоже Леки первый раз в жизни встретил? Саша. Не было у тебя нигде? Леки? Да. А они, по-моему, только здесь. А, они, наверное, только здесь. В общем, это первые в нашей жизни с Сашей Леки. Один доллар – это 107 Лек. Нам пока что сложно в них разбираться, но начинаем привыкать. В общем, мы пока разбираемся так. Например, 300 Лек – это примерно 200 рублей. То есть, как бы, немножко поменьше рублей. Вот, как-то так. Смотрите, какие симпатичные. Они еще такие, знаете, как будто пластиковые водостойкие. Про историю вообще этой страны я вам собираюсь особо не рассказывать. Но про бункеры пару слов скажу. И то, наверное, не сейчас. Но смысл в том, что в Албании, по-моему, около 600 бункеров. И люди их в свое время строили в каких-то невероятных количествах. И очень многие сохранились по сей день. И мы пришли в Бунк-Арт-2. Да, Бунк-Арт-2. Вот, я... Мы сейчас пойдем на экскурсию. Посмотрим, это как музей. Насколько я знаю, это бункер... Как его зовут? Раджа... Раджа... Так, ладно. Я имела в виду диктатора, которого звали Инвер Хаджа. За время своего правления он пытался построить социалистическое государство по советской модели сталинского периода. Хаджа был помешан на идее ядерного нападения на Албанию врагов, поэтому по всей стране построил бункеры. И для себя любимого – пятиэтажный царь-бункер в Тиране. Но мы пришли во второй бункер, который поскромнее и поменьше. В первый тоже хотели попасть, но, увы, он закрылся слишком рано, и мы не успели. Вот, смотрите, мы вот там вот входили в бункер, и вот это вот выход. На самом деле бункер очень большой, я была удивлена, думала, что меньше. Но в целом неплохо, вроде понравилось. Саш, тебе понравился бункер? Ну, не очень. Ну, не прям огонь, но неплохо. В первом, наверное, лучше, по идее... Как будто бы не передает то, что долго передает. Ну, не знаю, мне кажется, жуть нормально нагоняет. Это был бунк-арт номер два. Вот, в первом вроде намного масштабнее всё и лучше, и мы, скорее всего, туда ещё тоже сходим. На улице такое ощущение, что тёплый-тёплый сентябрь. Потому что уже листьев немножко валяются, есть пожухлые листья на деревьях, но при этом очень тепло, и я прям даже хочу снять, наверное, свой очень тоненький плащ. Давай! Недавно в Албании, так как это очень-очень такой серый и безликий город, была какая-то предпринята программа реновации, какой-то конкурс, и весь город украсили всякими инсталляциями типа таких. А, вот Саша, кстати, даже что-то читает. Возможно, он ещё что-то расскажет про эту инсталляцию. Вот, и очень... В 2021 году. В 2021 году построили эту штуку? Да. А, вот, и ещё очень много фасадов красиво расписано всякими художниками. Там не просто граффити, а именно какие-то прям крутые, целостные, большие изображения. Я, похоже, вам покажу их тоже. Свернули во дворик, и тут вот фрукты, овощи, всё местное. А, кстати, я вам не рассказывала, сейчас расскажу. В общем, я прочитала, что Албания входит в десятки вроде как стран, которые полностью на государственном уровне отказались от ГМО. Вот, так что всё, что у Миксис продаётся, и мясо, и фрукты, и овощи, всё натуральное и как своего огорода. То есть прям всё действительно прям супер фреш, и говорят, очень вкусное. Но мы ещё не пробовали фрукты, и овощи. Ну, почему-то я верю интернету. Посмотрите, как здесь много где продаётся обувь, одежда. Мы с Сашей такие точки уже видели. Вот, смотрите, 500 лек, это там примерно 400 рублей, даже чуть поменьше. Так что при желании можно себе купить сумочку за 400 рублей. Да, Сашенька, ты не хочешь мне сделать какой-нибудь подарок, подарить мне сумочку? Хочешь, я здесь сноуборд, костюм соберу. Мне кажется, ты при желании можешь подарить мне весь магазин. Так, ну вот, мы встретили такой первый арт. Если честно, я думала, что картин будет намного больше на фасадах, но, возможно, не в центре. Мы сейчас же гуляем по центру, но достаточно симпатично, я хочу сказать. У нас новая локация. Уже солнышко садится всё ниже, хотя время ещё, на самом деле, обед в разгаре. Но всё равно мы решили приехать на канатную дорогу, канатный подъёмник. Называется как-то Dash T-Express. Я точно не знаю, как это читается. Локацию, конечно же, я оставлю. Это очень классный длинный подъёмник. Если я не ошибаюсь, 4,5 километра в длину. И получается, мы поднимемся высоко на гору, и оттуда будет шикарный вид на весь город, на Тиран. Я сейчас забываю, почему это название этого города. На Тиран, да. Вот, так что сейчас будем смотреть с вами красивые виды. В общем, друзья, пока мы едем, я решила вам немножечко рассказать про первые наши впечатления от Албании. Начнём с ковида. Ковида здесь не существует, потому что никто нигде, ни в помещениях, ни в музеях не носит маски, не просит даже их надевать. Все вообще спокойно. Нигде не стоит обеззараживателя. То есть, как бы, ковида здесь нет. Хотя, вот сейчас девушка продавала нам билеты, и по ней было видно, что она себя очень плохо чувствует. Вот, поэтому мы немножко даже переживаем, что у нас нету с собой обеззараживателя. При этом на площади стоит центр вакцинации, на центральной. Да, при этом, да. Вот, но, в общем, короче, странно у них поведение по этому поводу. Следующее. Очень-очень бедный город, бедная страна. Конечно, мы были к этому готовы. Вот, но напоминает, Саша сказал, Ставрополь, да? Да. Ну, в общем, напоминает какой-то бедный южно-провинциальный город российский. Вот. Везде... А, кстати, вот мы и обсуждали с Сашей. Очень часто, например, мы недавно были в Салониках, как раз ровно неделю назад, и там все люди, ну, конечно, не все, но большинство людей выглядело очень красиво, очень приятно, хорошо одеты, ими приятно любоваться. А здесь, наоборот, все выглядят очень бедно, очень несчастно. Видно, что большинство людей носят подделки. И, кстати, подделки эти везде продаются. То есть, ты смотришь, и у тебя нет такого визуального эстетического наслаждения. Вот. Еще, наверное, важно, что я вот не видел ни одного человека в новой одежде. Да, подош... Да, да, тоже правильно. Подошу на одежду. В общем, впечатление так себе. Мы, на самом деле, конечно, это знали, были готовы, потому что готовились к поездке. Если спросите меня, рекомендую ли я приехать именно в Тирану погулять, отдохнуть, посмотреть, то нет, конечно, не рекомендую. Но как правная точка у нас будет впереди классный, интересный road trip. И не только по Албании, а по нескольким странам. Вот. Я думаю, как правная точка, это неплохое место. Максимум один день просто погуляться. Сходить в какие-нибудь музеи по истории. Посмотреть про печальную историю этой страны и, собственно, ехать дальше. Вот такие вот наблюдения. Вот еще хотела вам показать немножко красивых видов, которые мы сейчас проезжаем. Но вот посмотрите, что делают как бы люди. Я даже снять нормально не могу через вот эти вот царапины на стекле. В общем, ну, люди, как обычно, свиньи, честно. То есть мы едем, по сути, никакого вида мы не видим красиво. Мы только видим вот эти вот надписи. Так, это вот то, что здесь есть. Честно сказать, ничего такого прям. особо занимательного. Ну, пароглайдинг. А, здесь есть пароглайдинг. Ого! Много чего есть на канале. Сашенька! Пароглайдинг. Если честно, здесь очень холодно. Мы как-то не подумали, что мы поднимаемся на высоту и что может стать холодно. В общем, прям действительно зябка. Ой, какая ты хорошенькая! Привет, дедулька! Собачка похожа на дедульку. Так, смотрите, здесь есть фото-балкони, но над городом какой-то смог, вот, поэтому, по-моему, не очень хорошо видно вообще что-либо. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Сюда. Да, всё в такой белой дымке. Так, ну что, я вам пока покажу нечто более интересное. Это ресторан с красивым видом. Ну, точнее, сегодня вид не очень. Ой, сколько там голубей! Это, видимо, там какая-то голубятня есть. Ой, ещё один собакин. И вон такой красивый ресторан, очень много людей, панорамные окна. Я не знаю, возможно, мы сюда даже сядем, потому что пахнет очень вкусно. Собакин! Минутка полезной алкогольной информации. Вот это пиво Корчо, тёмное, точнее, наверное, и светлое тоже. Оно сделано по чешской какой-то там крутой технологии. Это я просто в интернете высчитала. Оно своим названием намекает, что с утра будет плохо. Нет, вообще-то Корчо – это название города здесь, в Албании. Так вот, его все очень, да, советуют. Сейчас Саша первый раз пробует. Должно быть похоже на Гинск, я читала. Ну, это похоже на стаут, но довольно… Не нравится? Я как человек, который несколько лет пил только стауты, скажем, пивал вкуснее. Ну, в общем, я читала, где-то смотрела, что вот это прям очень знаменитое пиво. А, вот у нас 1928 года делается по такой технологии, его очень не хвалят, и многие специально приезжают вот его попробовать в город Корчо. Но мы как раз нашли вот в этом ресторане его. Ну, вот Саша не очень поценил, знаете. Ну, что, мы пронесли первое блюдо – это салат, горный салат Mountain in a Cell называется. У него размер, ну, прям, просто невероятно гигантский. Ну, попробуем сейчас. Наш царский стол. А я бы не успела вот так аппетитно это делала. Вообще, интерьер ресторана немножко напоминает как раз-таки сноубордический ресторан. Такой на вершине, с видом, с деревянными столами, стульями, вообще интерьером. Но, в целом, здесь очень приятно, симпатично, и вообще было намного больше народу. Сейчас многие ушли, но, как видите, людей все равно много. Пока Саша собирается рассчитаться, хочу рассказать вам о том, что ресторан нам в целом очень даже понравился. Я не скажу, что какая-то прям очень вкусная была еда, нормальная. Как, собственно, в вчерашнем ресторане тоже я не получила какого-то гастрономического удовольствия, но, тем не менее, как бы, ну, неплохо по домашнему вкусу. Вот. Но цены здесь выше среднего. Вообще, в Палбане, хотя мы только во втором ресторане, но я смотрела много видео, я так понимаю, что обычно цены в ресторанах намного ближе. Вот, так что цены высокие. В рублях мы поели примерно, там, на три с половиной тысячи рублей. Вот. Но сейчас уже, наверное, в 15 можно схватиться, потому что у них почему-то не работает терминал, а у нас, к сожалению, нету налички. Вот. Так же такой вот отцеп. В принципе, ради красивого вида, которую мы, собственно, видели в затылке, наверное, всегда стоит прийти покушать. Здесь хорошее меню, очень много всего есть. Рыба и мясо, там, на различные салаты, крупы, национальные, кстати, кухни очень много. Так что, приходите, пробуйте. Но я бы поставила, наверное, троечку этому месту. Смотрите, как классно. Здесь просто кафешка, барчик. И вот на стену соседнего дома проецируется... Проецируется, Саш, правильное слово? Да. Проецируется. Да, проецируется фильм. Ух ты! Ну, это классно. У меня обзор нашего отельного завтрака. На самом деле, как будто бы выбор не очень большой, но все необходимое есть. Вот. И все, что есть, достаточно вкусное. Я даже сказала, очень вкусное. Вчера мы прямо наелись от куба. Вот такие напитки тоже. И нам сейчас Саше сделает чай-кофе. Вот. Ну, и сам ресторан тоже очень приятный. Нам сегодня в дальний путь дорогу, поэтому взяли много еды, и это еще не конец. В этот день мы достаточно рано выехали из отеля. По дороге заехали в клинику, чтобы сдать очередные рапид-тесты, будь они неладны. И сейчас расскажу, зачем. Всем привет! Мы с Сашей сейчас находимся на границе между Албанией и Черногорией. Да, мы решили почему-то пока что уехать в Черногорию, у нас, Саша, в любом случае раунд-трип, то есть мы в Албанию вернемся, просто мы вернемся в нее немножко пораньше, и уже проедем все места, которые мы хотели, планировали. Сейчас решили поехать почему-то пока что в первую очередь в Черногорию. Так что да, мы сейчас стоим на границе. Здесь находится много таких ларечков, можно так выразиться. Это страховки. Чтобы нам путешествовать по разным странам, нам нужна грин-карта. Но это не та грин-карта, которая американская. Это просто такая зеленая карточка. Мы с Сашей вам попозже ее покажем, я думаю. Она стоит 40 евро, и с ней мы уже сможем спокойно проходить все границы. Плюс мы подъехали очень быстро к границе, сдали рапид-тест всего лишь полчаса назад. Обычно он делается минут 15-20, но нам почему-то сказали в этой клинике, что его будут делать час. Так что час еще не прошел. Мы ждем на почту результаты наших рапид-тестов. Плюс Саша сейчас быстренько разберется со страховкой, с грин-картой. И потом уже пересечем границу. Сейчас я вам покажу, как выглядит граница. Но, собственно, ничего необычного. Просто как пропускной пункт, не знаю, на платных дорогах. Друзья, на этом влог подходит к концу, но совсем скоро будут очень интересные выпуски из Черногории и не только. Чтобы не пропустить новый выпуск, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. Лайки и комментарии тоже всегда приветствуются.